В этот день, 22 августа, родились. Великий князь Константин Константинович. Он был председателем множества обществ и учреждений вроде Академии наук и Императорского общества любителей естествознания. Архитектор Дмитрий Чичулин. Он спроектировал многие станции Московского метро, концертный зал имени Чайковского, гостиницу «Россия». В этот день, 22 августа 1914 года, в Российской империи введен сухой закон – запрет на продажу спиртных напитков. 22 августа 1915 года был завершен вывод войск из крепости Осовец, которая многие месяцы сопротивлялась германским войскам. 22 августа 1919 года советское правительство выразило протест Германии в связи с вербовкой русских эмигрантов в белогвардейские организации. 22 августа 1921 года в составе РСВСР была образована автономная область Коми. 22 августа 1816 года – начало большого путешествия императора Александра I по России. Александр I является одним из самых ярких российских самодержцев. Именно при нем Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года, присоединила Финляндию, часть Грузии и Польши. При этом в России веками был лишь один памятник Александру Павловичу, установленный в Таганроге, где умер император. Царь был личностью сложной, противоречивой и многогранной. В 1816 году наметилась еще одна черта жизненного уклада Александра. Отныне большую часть времени он проводил в путешествиях. По свидетельству современников, светский Петербург был ему неприятен. Маршрут путешествия 1816 года лежал через Москву, Тулу, Калугу, Чернигов и Киев в Варшаву. С целью обозрения губерний, наиболее пострадавших от войны, и чтобы ускорить своим присутствием исполнение сделанных распоряжений. Накануне отъезда кортежа из царского села Михайловский-Данилевский оставил в дневнике такую запись о прогулке монарха. В 10 часов утра его величество гулял по саду и 7 раз прошел мимо моих окон. Он казался веселым и взгляд его выражал крутость и милосердие. В путешествии Александр I желал чувствовать себя по возможности частным лицом. Он не любил помпы, избегал торжественных встреч, перов, баллов. Например, московскому генерал-губернатору Тормасову строго велено было скрыть время приезда государя и разгласить в городе ложный слух, что царь приедет днем позже, чтобы не было никаких торжественных мероприятий, так как никакие встречи не угодны его величеству. Александру хотелось видеть подлинное положение дел, составлять о городах и деревнях собственное мнение, понимать истинную нужду насельников и не обращать на себя внимания чиновных персон. Многие придворные не понимали цели и задач императора, считая такое длительное путешествие блажью скучающего человека. Примечателенный последний год жизни императора. В конце июля 1825 года лейб-медики предупредили, что императрица не перенесет предстоящую зиму в Петербурге и настоятельно рекомендовали пребывание ее в южном климате. Выбор решался между Италией, Южной Францией или Югом России. В конце концов выбор пал на Таганрог. Александр объявил, что отправляется туда немедленно и вернется в столицу только к Новому году. Совместная жизнь венценосных супругов в Таганроге походила на идиллию. Они подолгу гуляли вдвоем, приветливо отвечая на поклоны прохожих, объезжали окрестности. Как-то Елизавета Алексеевна посетовала, что из городского сада не видно море, и царь сразу же приказал расчистить аллею с видом на побережье. Здоровье императрицы значительно улучшилось, ее супруг, пользуясь своим пребыванием на юге России, смог предпринять путешествия по близлежащим областям. Он на несколько дней отправился в землю войска Донского и посетил Ростов, Новочеркасск. Существовали планы о более обширном путешествии в Уральск и Астрахань, но они не были осуществлены. И 15 октября Александр возвратился в Таганрог к супруге. Новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов упросил императора посетить Крым. Однако именно эта поездка стала последней. Александр I простудился и заболел. Состояние государя быстро ухудшалось, и 19 ноября 1825 года император умер. Супруга ненадолго его пережила. Она умерла по дороге, когда везла тело мужа в столицу. Их похоронили вместе в родовом склепе. Всю жизнь в дороге и умер в Таганроге. Так подвела итог жизни императора злая эпиграмма. Немногие одобряли и понимали тягу своего государя к путешествиям. Субтитры создавал DimaTorzok